С нами на связи Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Дефенс Экспресс. Здравствуйте. 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 Вот смотрели сюжеты вместе с вами. Видите, рвется враг в Бахмуту и к Часовому Яру хочет сделать котел, но ничего у них, судя по всему, не получается и не получится, как вы считаете? Ну, сейчас было проведено несколько заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего, приняты соответствующие управленческие решения, заведены определенные силы, которые способны к ведению боев в городских условиях и в других условиях, особенности ночью, в том числе для проведения операций по обороне Бахмута были подключены силы специальных операций, которые показали свою эффективность в действиях на данном направлении. И поэтому, конечно же, сейчас предпринятые действия по обороне Бахмута командованием вооруженных сил Украины может свидетельствовать о том, что в ближайшее время Бахмут будет и далее обороняться. И, конечно же, все это делается в основных интересах, это нанесение максимального поражения группировки противника на данном направлении. Вчера на пресс-конференции президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни буквально в Украину поступят первые четыре польских истребителя МиГ-29. Вот эти самолеты, они чем-то отличаются от тех, которые стоят на вооружении украинской армии? Есть ли какая-то, возможно, модернизация? Или это полностью идентичные модели, которые способны решать одинаковые задачи? Ну, дело в том, что вот как раз заявление президента Дуды о поставке самолетов Украине, оно дает такой старт для дальнейшего наращивания усилий нашим партнерам на этом направлении. Вот сейчас буквально появилось сообщение о том, что в Словакии передает также Украину 13 МиГ-29, я тоже вижу это сообщение сейчас как раз. И вот все это свидетельствует о том, что будут собраны все вот истребители образца советского, которые могут пополнить наши воздушные силы и причем пополнить качественно. Потому что и часть польских истребителей, если говорить о них, прошли модернизацию и адаптацию к использованию различных систем по стандартам НАТО. И вот такую же модернизацию прошли и словацкие истребители. В частности, эти самолеты получили новые радарные системы, системы свой-чужой, системы управления вооружением. И я не исключаю, что вот эти машины могут быть также адаптированы и к использованию различных вооружений по стандартам НАТО. Потому что прецедент есть и даже без вот этих усовершенствований, которые были сделаны в этих странах НАТО, мы имеем пример, когда украинские боевые самолеты были успешно адаптированы к использованию тех же американских ракет Харм. Вот также, в частности, в американской прессе мы могли наблюдать сообщения о том, что рассматривается вопрос о возможности адаптации для променения на истребителях типа МиГ-29, тех же легендарных ракет-класса «Воздух-воздух» М-120 «Амрам», что позволит существенно нарастить возможности этого типа самолета для противостояния воздушным объектам противника, в частности, боевой авиации противника и успешно уничтожать на тех расстояниях, где еще российские истребители не могут обнаруживать системы, которые им противостоят. Поэтому это очень хороший сигнал, и все же, невзирая на то, что это советские истребители, но это уже истребители, адаптированные для использования странами НАТО, и поэтому они получили такие достаточно существенные усовершенствования, которые делают их, скажем так, более эффективными, чем их советские аналоги. Ну и что важно, пока мы ожидаем решения от западных союзников по поводу западной авиации, эти самолеты могут буквально сразу вступать в бой и помогать нашим вооруженным силам уже буквально сегодня? Да, потому что для того, чтобы овладеть этими системами, не нужно много времени, причем если проанализировать сообщения, которые ранее были, то мы слышали заявление и от различных официальных лиц Польши и других странах НАТО о том, что проводятся тренировки летчиков украинских. Я думаю, что украинские летчики уже ознакомились с этими усовершенствованиями и имели практику полета, и поэтому сейчас речь идет именно уже о возможности использования этих самолетов в ближайшее время. Спикер воздушных сил Юрий Игнат на днях говорил, что важно, чтобы западные союзники определились с типом авиационной платформы, прежде чем принять решение о передаче западных самолетов. Вы лично к какой платформе склоняетесь? Т-16. Многие эксперты говорят, что в этой войне хорошо бы себя показали так называемые бородавочники. Сейчас мы видим их на экране. Это самолет А-10 «Тандерболт». Это буквально культовый самолет для поддержки сухопутных операций с воздуха. У него даже, ну то, что он несет много на себе оружия, и даже вид у него такой достаточно агрессивный, который пугает врага. Как вы считаете? Ну, дело в том, что действительно вот этот самолет А-10 создавался для войны с СССР в условиях полномасштабного конфликта. И показал достаточно высокую эффективность, например, во время проведения операции «Буря в пустыне», где эти самолеты записали на свой счет 900 танков, 1200 артиллерийских систем и более 2000 других различных бронированных и колесных машин. Ну и продемонстрировали высокую летную готовность, где-то на уровне 90%. Но нужно сказать, что вот подобная эффективность была достигнута только лишь потому, что американцы тогда сумели достичь превосходства в небе. И это, конечно, было достигнуто за счет других типов авиации, прежде всего истребительной авиации, тех же F-16. И нужно сказать, что вот при применении этих самолетов в условиях противостояния с Российской Федерацией, конечно, подобных идеальных условий для использования этого самолета не будет. Одновременно мы видим эффективное использование самолетов практически, скажем так, созданных в советское время для этих же целей, штурмовых самолетов типа Су-25, и они сейчас также достаточно успешно применяются вооруженными силами Украины. Поэтому в случае их поступления, конечно, они показывали бы свою эффективность, возможно, не настолько высокую, как это было показано во время операции «Буря в пустыне». Ну, нужно сказать, что вот наши воздушные силы заявляли, что в случае перехода на новый тип самолета, ну, тут нужно речь вести о универсальном самолете, который бы обеспечил, скажем так, возможность решения всех задач, которые возлагаются на воздушные силы Украины. И мог бы там вести боевые действия, ну, в основных таких четырех направлений. В качестве перехватчика, в качестве истребителя, в качестве бомбардировщика и в качестве самолета поддержки войск на поле боя. То есть все-таки АФ-16, да, вы считаете, был бы более универсальный? Ну, АФ-16 или любой другой самолет четвертого плюс поколения. Это и есть самолеты также европейские, те же французские. Если европейские, Еврофлайтер, там фунда. Также речь может идти о французских истребителях. И нужно сказать, что звучали заявления о возможности предоставления Украины подобных самолетов. Но тут нужно сказать, что для того, чтобы принять решение по данным самолетам, тут нужно принимать внимание все факторы. Прежде всего, конечно, для перехода на самолеты нового типа, для воздушных сил, вооруженных сил Украины, нужно учитывать, что нужно создавать полностью инфраструктуру по их обеспечению, обслуживанию. И то, что мы получаем самолеты и, допустим, будут готовы летчики, это всего лишь надводная часть айсберга. Потому что реально сейчас современный самолет к этому требует еще на 75% кроме получения самолетов и готовности летчиков. Это нужно создание инфраструктуры по их обеспечению и, соответственно, подготовленный персонал, который бы мог обеспечивать их боеготовность. Поэтому это, скорее всего, уже, скажем так, дело немного более отдаленной перспективы. Хотя и не такой далекой, потому что, в принципе, переход на новый тип самолета воздушными силами Украины был заложен еще в 2020 году, когда была опубликована концепция о том, что из себя должны представлять воздушные силы Украины. И нужно сказать, что это достаточно нужный шаг, потому что именно получение современных западных самолетов могут нам помочь завершить создание всеобъемлющей системы противовоздушной и противоракетной обороны, где самолеты, современные истребители, прежде всего, должны занимать свое очень важное место. А вот, кстати, легендарный пилот F-16 ВВС США Дэн Хэмптон, он подполковник в отставке, на его счету 151 боевой вылет, так вот он заявил, что готов лично помочь Украине. И вот, по его словам, многие американские пилоты соглашаются воевать на нашей стороне. И также вот Хэмптон думает, что украинскому правительству стоит задуматься над тем, чтобы нанять приватных подрядчиков, которые являются пилотами F-16. И это, по его словам, даст возможность выиграть и время, и войну. Как можете прокомментировать его предложение? Ну, нужно сказать, что оно не настолько уже и фантастическое, потому что мы имеем примеры очень эффективного использования добровольцев иностранных в составе вооруженных сил Украины. И, в частности, вот речь может, могла бы идти, вот как, по моему мнению, о создании подобной эскадрильи в составе Интернационального легиона обороны Украины. Причем здесь есть отработанные механизмы, которые, скажем, созданы и в связи с внесенными изменениями в законодательства Украины, которые позволяют на законных основаниях иностранным гражданам проходить службу в вооруженных силах. И, ну, по такому же принципу, как сейчас проходят военнослужащие иностранных, ну, иностранные военнослужащие проходят службу вооруженных сил в составе Интернационального легиона, ну, было бы вполне возможно, я думаю, что создать и эскадрилью, или даже авиационный полк на Ф-16 в составе этого структурного подразделения. То есть, юридически все как бы готово для этого? Да, в принципе, все готово. И, мало того, это уже отработано в течение года, потому что вот сейчас, по тем данным, которые можно найти в открытых источниках, в Интернациональном легионе обороны Украины проходят службу граждан из 55 стран мира. И, ну, в целом, речь идет там о том, что численность вот этого легиона может доходить до 20 тысяч. И с точки зрения, скажем, быстро и эффективного перехода на новые самолеты, конечно же, это было бы самым таким оптимальным решением. Я уверен, что очень многие бы летчики откликнулись, которые имеют боевого опыт применения Ф-16, и смогли бы также вступить в Интернациональный регион обороны Украины. И, таким образом, можно было бы в короткое время получить необходимые боевые возможности, и в том числе для организации эффективной поддержки с воздуха, того, готовящего сейчас Украине контрнаступление, которое должно обеспечить полное освобождение временно оккупированных территорий и выход на международно признанные границы Украины. Концептуально здесь, конечно же, нужно сказать о том, что и международное сообщество на стороне Украины, потому что Украина – это жертва агрессии и жертва страны, которая поставила под сомнение существующий международный порядок и просто вероломно нарушила все мыслимые и немыслимые взятые на себя ранее обязательства. Ну, давайте, Валерий, поговорим еще о том, что происходит на земле, не только в небе. Вот, видите, первые колесные танки французского производства AMX-10RC прибыли в Украину, об этом сообщает издание «Лефигаро», причем отмечается, что некоторые уже отправились на передовую. Глава французской обороны заявил, что Париж уже начинает планировать отправку второй партии таких колесных танков и что эта техника получила очень хорошие отзывы, как он сказал, от наших украинских партнеров. Какого вы мнения об этой технике? Вот этот колесный танк – это что-то среднее между БТРом и САУ, так? Ну, можно сказать так. Ну, по большому счету, это вот такая очень концептуальная вещь. И, конечно же, французами она была создана для тех условий ведения боевых действий, которых принимает французская армия, иностранный легион. Прежде всего, это, конечно, для обеспечения различных экспедиционных действий на заморских территориях. Но все же, вот подобная машина, она может найти свое место на поле боя, и прежде всего, в качестве разведывательной машины, в качестве машины, которая может использоваться для проведения глубоких рейдовых действий. Вот именно за счет наличия достаточно сильного вооружения, такого, как 105-мм нарезная пушка, и плюс высокой мобильности, которая обеспечивает колесное шасси с формулой 6х6, плюс тот факт, что эти машины оборудованы оборуданы современными системами выявления противника, как днем, так и ночью. И это обеспечивает им полное преимущество во время проведения разведки, во время проведения рейдовых действий, потому что эта машина может выявить бронетехнику, танки и другие важные цели противника еще до того, как может быть сама обнаружена. Мало того, что она выявит, используя пушку, которая обеспечит достаточно дальнобойность, противник может быть уничтожен еще до того момента, когда эти машины могли бы сблизиться на реальную дальность ведения огня, которую могут обеспечить огневые средства противника. Поэтому это достаточно мощное средство, и мы знаем, что французы приняли решение о поставке этих машин. Где-то в достаточных таких количествах речь идет о 30-40 подобных машинах. И нужно напомнить, что как раз французы стали первыми, кто объявили о своей готовности предоставить Украине, вот как тогда сказали эти колесные танки, именно вот эта инициатива и положила начало той же танковой инициативе, которая сейчас успешно реализуется нашими партнерами по предоставлению современных танков в образцы НАТО. Кстати, пользуясь случаем, хотел спросить у вас и о леопардах. Их на самом-то деле несколько модификаций. Самая популярная – это серия 2А4, насколько я помню, на которой в основном и тренируются украинские военные. Но самая современная модель имеет индекс 2А7+. Насколько и чем отличаются разные серии леопардов? И какие из них, по вашему мнению, будут в Украине? Насколько они универсальны в управлении? Может ли, например, один экипаж с одной моделью оперативно пересесть на другую? Ну, нужно сказать, что сейчас речь идет о создании и вооружении вот этими современными танками «Леопард-2» в различных модификациях. Минимум двух танковых батальонов. Причем за создание одного отвечает Германия, которое объявило о предоставлении Украине современных, ну, практически одной из последних модификаций, это «Леопард-2А6». И второй батальон танковый планируется создать на основе польского предложения танков 2А4. И, соответственно, сейчас работа идет по комплектованию этих танковых подразделений. Что касается, скажем, преемственности этих танков, ну, нужно сказать, что они созданы в середине 80-х годов. Плюсом танк «Леопард-2А4», вот именно от которой и начинают вот эту серию современную. В дальнейшем этот танк усовершенствовался, дорабатывался. В частности, та же версия 2А5, она получила более усиленную лобовую защиту башни, плюс современные приборы наблюдения и управления командира танка с мощным ночным каналом, ну, и с рядом еще усовершенствований. Та же версия, допустим, 2А6, которую будет получать Украина, она получила новую пушку 120-мм длиной 55 калибров. Ну, и, скажем так, практически танки, они имеют общую природу, и что касается, допустим, того же механика-водителя, то не будет существенных отличий и в подготовке механиков-водителей и в эксплуатации этих машин. Также нужно говорить, что и сами основные узлы агрегата этих танков взаимозаменяемые, ну, и, конечно, это же облегчает и техническое обслуживание этих танков. Есть небольшие отличия в системах управления, но не составляют так же большого труда для того, чтобы овладеть теми усовершенствованиями, которые вносились в эти танки от поколения к поколению. То есть, свободно может пересесть механик-водители тоже дали наводчик и буквально быстро все освоить. База и платформа, в принципе, одна, как я понял. Но пока нам помогает весь цивилизованный мир, Россия в поисках оружия, которого им крайне не хватает. Представитель главного управления разведки именобороны Вадим Скибицкий сказал в эфире информационного телемарафона о том, что Россия пытается получить оружие от Ирана и Мьяма, активно ищет его вот в Африке, и на Ближнем Востоке, и уже будто бы вывозят оружие из Сирии. А вот что это может быть за оружие, которое они ищут и вывозят? И вот что они могут получить от других стран? И могут ли как-то наши союзники повлиять на эти страны? А плюс к этому издание «Политика». Вот последнее расследование, они утверждают, что китайские фирмы продавали винтовки, бронежилеты России и даже какие-то запчасти к беспилотникам? Ну, нужно сказать, что если говорить о поисках необходимых вооружений и техники, которые проводит государство-агрессор на международном рынке, среди тех стран, которые могут это поставить, то они начались не сегодня, а в принципе как раз с того момента, когда рухнула эта концепция молниеносной так называемой специальной операции, когда планировалось за три дня захватить Киев. И потом начались проблемы как с огромным количеством уничтоженной техники, ну а позже и с нехваткой боеприпасов. Сейчас, конечно же, прежде всего, вот если говорить о этих поисках среди названных стран, которые назвал и представитель Главного управления разведки Украины, то, скорее всего, речь может идти прежде всего о запасах боеприпасов в пополнении тех же артиллерийских боеприпасов. Также возможно, что речь может идти о каких-то артиллерийских системах и запасных частях к этим артиллерийским системам. Это все то, что сейчас, ну, скажем так, в чем ощущают нехватку агрессоры. И если раньше была возможность, допустим, вывозить те же запасы боеприпасов из Белоруссии, то сейчас это закончилось. И поэтому эмиссары российские разъехались по всему миру для того, чтобы максимально найти все то, чтобы обеспечить действие оккупационных войск на территории Украины. Но, конечно же, с каждым днем становится все труднее и труднее это делать. Но еще существуют лазейки. Об этом вот как раз свидетельствуют и те же данные, которые вы говорили, опубликованные в политику. И это данные анализа таможенных деклараций. И тут можно говорить о том, что россияне стараются находить лазейки для того, чтобы обходить существующие санкции, введенные против Российской Федерации. Ну и, конечно же, вот сейчас на данный момент подобных лазеек тоже становится все меньше и меньше, потому что каждый опубликованный вот этот факт, он ведет далее к экспертной проработке путей возможных поставок различных комплектующих запчастей. Ну и так далее подсанкционных товаров. И что, в принципе, приводит к дальнейшему ужесточению санкций и обрезанию возможностей путей вот этих поставок. Валерий, еще буквально один вопрос успеваю вам задать. Вот на Донбассе украинские военные сбили из стрелкового оружия китайский беспилотник Муджин-5. И отмечается, что такой беспилотник можно купить по цене в 15 тысяч долларов на китайских торговых площадках. И компания, которая их производит, уже вроде бы как открестилась от поставок этой техники России. А что это за дрон? Какие задачи можно решать вот таким БПЛА? Или это просто случайный, залетевший на нашу территорию? Ну, это может, это вообще, если мы говорим о платформе Муджин-5, это коммерческий беспилотник, который разработан в Китае и поставляется уже достаточно длительное время. Более того, мы промониторили сайт компании и нашли, что подобный беспилотник можно приобрести за 9 с половиной тысяч долларов. Это уже не 15, уже 9, да? Уже дешевле. Ну, это то, что указано на сайте компании. И по большому счету, это вот такая коммерческая платформа, которая может быть использована, допустим, в сельском хозяйстве для распиления, допустим, гербицидов или каких-то проведения других работ. При навешивании на нее различной аппаратуры также может вести какие-то исследовательские работы. Тактико-технические характеристики говорят о том, что также может быть использован для навешивания каких-то систем скидывания боеприпасов, потому что сама платформа позволяет нести нагрузку в 25 килограмм. В частности, вот как раз... Это достаточно много, да. Да, россияне же на нее бомбы навесили. Да, это вот как раз сообщение, которое говорит о том, что в прошлую субботу подобный беспилотник был сбит. Ну, говорит о том, что там была навешана бомба весом в 20 килограмм. И, скорее всего, конечно же, этот беспилотник был приобретен на международных платформах с позиции какой-то третьей страны, потому что в самой компании сразу открестились и сказали о том, что не продают на территорию Российской Федерации. Но, в принципе, теоретически этот беспилотник мог быть завезен с территории другой страны и кустарным методом переоборудован для боевого использования. Валерий, спасибо большое вам за ваши пояснения, за ваши комментарии, за этот интересный разговор. Валерий Рябых, директор по развитию информационно-консалтинговой компании «Дефенс-экспресс» был в нашем эфире. «Дефенс-экспресс» был в нашем эфире. «Дефенс-экспресс» был в нашем эфире.